Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Флаг поднят теперь на боевое дежурство. О новом корабле Каспийской береговой охраны расскажем через минуту. В Бутрихском районе обнаружена майнинг-ферма, владелец которой незаконно подключился к сетям. И снова мусор. Жители села Петраковское жалуются экологам и властям. В акватории Каспийского моря еще одним боевым кораблем стало больше. В торжественной обстановке сегодня поднят флаг на еще одном судне. Корабль «Расул Гамзатов» был произведен в Санкт-Петербурге и по внутренним путям прибыл в Дагестан. Все подробности в материале Карима Данива. Старожевой корабль «Расул Гамзатов» прошел все испытания и поступил на службу береговой охраны ФСБ России. Он будет защищать интересы страны в акватории Каспия. Для этого его оснастили новым боевым модулем. Команду поднять флаг дал начальник пограничного управления ФСБ по Дагестану Андрей Карпенко. До этого он торжественно вручил знамя новому капитану корабля и обратился с напутствием к личному составу. Славное имя Расула Гамзатова теперь будет носить этот новейший корабль. Я думаю, с его прибытием, даже выражая уверенность, южные рубежи нашего государства будут надежно прикрыты. И экипаж, который попал, назначен на этот корабль, будет у нас одним из лучших. Торжественную церемонию посетил и глава республики Сергей Меликов, который еще раз обозначил важность охраны морских границ России в акватории Каспия. Сегодня для всех нас особенный, не забываем лиги, уверен, что сегодняшняя церемония, вне всякого сомнения, войдет в историю пограничного управления ФСБ, по республике Дагестану и всего Дагестану. Сегодня сторожевые корабли пограничной службы, находясь на страже южных границ России, охраняют территориальные воды, биологические ресурсы, успешно выполняют другие задачи. Это почетная обязанность охранять мир и покой наших граждан. Произведенный и испытанный в Петербурге Расул Гамзатов заступил на боевое дежурство в Дагестане. Директор кораблестроительного завода рассказал, что над созданием боевого судна трудились более тысячи рабочих. Адмиралы, генералы, уважаемые товарищи офицеры и мишманы, дорогие гости, наша страна вкладывает огромные средства в защиту и охрану государственных границ. Этот новый корабль передается сегодня пограничную службу в республике Дагестан. Это большой праздник. Над этим кораблем трудилось больше тысячи человек в течение долгих месяцев. Король показал себя хорошо на испытаниях, и он вас не подведет. На мероприятие была приглашена и дочь народного поэта Салихат Гамзатова. Она выразила благодарность за то, что имя ее отца продолжает жить в сердцах людей и пожелала морякам мирного неба над головой. Сегодня для нашей семьи волнительный день, потому что имя нашего отца присвоено пограничному кораблю. Он был человеком очень мирным и стремился к тому, чтобы людей соединяли дружеские чувства, любовь. И вместе с тем он понимал, что человек должен уметь защитить то, что ему дорого. Итак, флотилия береговой охраны Каспия пополнилась еще одним кораблем. В скором времени Расул Гамзатов выйдет на боевое дежурство в море. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал НМТ, Махачкала. Охота на криптовалюту, еще одна незаконно подключенная к сетям майнинг-ферма, обнаружена в Дагестане. На этот раз в Бодрикском районе. Ее владелец, 57-летний житель села Ансалта, соорудил ферму в неприметном помещении в августе этого года. За это время было похищено электричество на 600 тысяч рублей. Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Жители села Петраковское Хасавертовского района бьют тревогу. На окраине их села образовалась большая свалка. Люди обратились в приемную общественного движения «Экоконтроль». Активисты выехали на место и зафиксировали, что мусором охвачена большая территория, прилегающая к лесу. Вот это мусор, вот это запах, вот это ямы. Нам надоело уже. Конце до конца. Как уже мы две недели бегаем, это чтобы мусор прекратили. Окно невозможно открывать. Все запах идет, который их скатай, яма там сделали они. Это открытая их яма. Все запах идет прямо домой. Ресурсный центр добровольчества открылся в Махачкале на базе Дагестанского государственного педагогического университета. Он создан в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования по конкурсу «Регион добрых дел». Этого события очень долго ждали все добровольцы города. Мы готовились к этому дню. Теперь у наших добровольцев есть свой дом, так сказать. И мы с новыми силами готовы и дальше работать во благо города, республики и нашей страны. Почти 100 волонтеров из медицинского колледжа имени Башларова работают в красной зоне. Молодые люди бескорыстно помогают медикам в период пандемии. Один из таких энтузиастов – студент четвертого курса Мурад Живатханов. Он работает около года в различных медицинских учреждениях Махачкалы. Смены неоплачиваемые, однако студенты считают, что опыт сложной работы бесценен, а благодарность пациентов – самая высокая награда. В первые дни пандемии, это получается первая волна, когда наши медсестры и медбратья оказывали помощь в ковид-стационарах, в различных больницах. Оказывали также акушерки, фельдшера, оказывали хорошую помощь. И мы не стремимся к материальным благам. Наша цель, наша мотивация – это истинное волонтерство, оказание помощи. Вот, например, нас внесли большой клад преподавателей, и мы пытаемся реализовать теорию в практику. А тут хороший медперсонал, который правильно оказывает помощь и показывает, как ее производить. С первого дня перепрофилирования в инфекционный стационар нам помогают волонтеры. Мы ощущаем огромную их помощь, не только медики, в особенности средний медперсонал. Волонтеры здесь в основном представлены лицами молодого возраста, энергичные, шустрые ребята, девочки, мальчики, которые очень быстро осуществляют различные манипуляции и тем самым помогают среднему медперсоналу. Особенно эту помощь ощущают наши пациенты, кислородзависимые пациенты, которые самостоятельно не могут ухаживать за собой. Журналист ННТ Курбан Рагимов был признан лучшим на фестивале в Москве. На всероссийский конкурс «Энергия. Побед» наш коллега представил документальный фильм про олимпийского чемпиона Абдурашида Садулаева. Церемония вручения наград проходила в Олимпийском комитете России. И продолжение темы сюжета Ларьяна Шумкалаевой. Оперативно, по факту и грамотно именно так можно коротко обозначить работу Курбана Рагимова, который вот уже шесть лет готовит спортивные сюжеты для программы новостей. Корреспондент ННТ рассказывает о победах наших спортсменов, выезжает на самые крупные соревнования. Труды нашего коллеги не проходят даром. И вот очередное признание. На всероссийском конкурсе «Энергия. Побед» фильм Рагимова признали лучшим в номинации среди региональных. Я решил попробовать себя в новом жанре снять уже фильм, документальный фильм на первом этапе. И идея получилась такая спонтанная. Сам Абдурашид предложил мне снять какой-нибудь видеоролик, клип, как он тренируется на рассвете. И я уже решил, раз мы с такой звездой снимаем что-то, то нужно будет подойти к этому более профессионально. Вот так пару дней у нас таких насыщенных выдались. Мы успели поснимать его и на тренировках, и на природе, и дома. Ну, в дальнейшем у нас есть планы и поснимать его в горах. «Энергия. Побед» – это не только конкурс, но и площадка для обмена опытом, рассказывает Курбан. Олимпийский комитет совместно с Федерацией спортивных журналистов организовали для финалистов целую серию мастер-классов. Награды лауреатам конкурса вручали профессионалы во главе с известным комментатором Виктором Гусевым, который был председателем жюри. Этой победы, на самом деле, ждали очень много людей. Меня поддерживали, узнав о том, что я вошел в тройку финалистов, уже это распространилось. Везде наш канал дал эту информацию. Многие коллеги, многие друзья, многие те же самые спортсмены, родственники. Все меня поддерживали, и уже там не было варианта проиграть. Я вышел на сцену и даже, можно сказать, немного волновался в этот момент, потому что все встали, все аплодировали, назвали Республика Дагестан, телеканал ННТ. Ну, такое чувство гордости было за себя, за свой канал, за свою республику в этот момент. Заявки на участие во всероссийском конкурсе отправили более 350 человек из 60 регионов России и 11 зарубежных стран. Призы вручались в 11 номинациях. Победа на этом престижном фестивале, уверен Курбан, послужит стимулом для разработки новых идей. У него уже есть ряд задумок, которые предстоит реализовать в ближайшее время на канале ННТ. Участие в таких конкурсах, участие в мастер-классах, это, конечно, большой стимул, мотивация для дальнейшего роста. Ты приезжаешь, ты обмениваешься опытом, ты знакомишься, заводишь новые знакомства со своими коллегами из разных республик, разных областей нашей страны. И поэтому это очень приятно, и это мотивирует на дальнейший рост. В дальнейшем нам надо больше участвовать в подобных конкурсах, больше узнавать о них. Мы можем выигрывать, можем конкурировать на этом всероссийском уровне. Ларианна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Дагестанские самбисты выиграли две медали на Кубке России. Турнир проходил в городе Кстова Нижегородской области. Золото соревнований по боевому самбо завоевал махачкалинец Амар Шейх Магомедов. Воспитанник спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова был лучшим среди мужчин в весе до 98 килограммов. По правилам спортивного самбо третье место в категории до 79 килограммов занял Арслан Курбанов. Оба наших самбиста получили право выступать на Суперкубке мира, который пройдет в марте следующего года в Москве. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Смотрите нас на официальном сайте nntv.ru. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!